Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Наябский, новости в деталях. И вновь мы готовы показать и рассказать только самое интересное, самое важное. Где хранится старая казачья гармония? Какие традиции стали близки современным юношам? Что за кабинет стал лучшим в районе? Об этом материале наших корреспондентов. Большая кубанская деревня Атамань известна не только в Краснодарском крае, но и по всей России. Своя маленькая Атамань появилась и в городе Крымске. Она находится в средней школе номер 3. В этом кабинете собраны и предметы старины, и поделки школьников. Все, что может рассказать о том, какая она, наша Кубань. Чем жила, чем славилась жительница России. Об этом и не только старшеклассники нам рассказывают без запинки. Ты, наверное, знаешь про казачьи традиции, а какие тебе близки? Именно от казаков пошло то, что мы снимаем, мужчины снимают головные уборы, когда входят в помещение. А метание ножей тоже было как развлечение у казаков. Ты, наверное, знаешь казачьи заповеди, а какие тебе близки? Скорее всего, мне близки подошли такие традиции казачьи, как воспитание патриотизма, уважение к старшим, также почитание своих предков, почитание и знание своей истории. Именно этому и учат здесь, на уроках кубановедения. Каждый урок начинается с гимнов России и Кубани. Школьники не просто слушают, они подпевают. Между прочим, именно этот кабинет кубановедения по итогам районного конкурса стал самым лучшим. Что для вас победа вашей третьей школы в районном конкурсе кубановедения? Я считаю, что это очень хорошо, так многие ученики, в том числе и я, принимали участие в обустройстве этого кабинета. Мы подготавливались всем сердцем и душой к конкурсу. И, скорее всего, мы очень счастливы, что так получилось, что наш кабинет все-таки получил статус победителя. Но эта победа далась нелегком. На протяжении двух лет в классе ремонтировали, реконструировали, собирали различный учебный материал. Постепенно появились экспонаты для этнографического уголка. Это старая казачья гармонь конца 18-го и начала 19-го века. Эту семейную реликвию подарила в наш этнографический уголок наш преподаватель истории Гриценко Елеонора Дмитриевна. Благодаря этой гармонии у нас появилась целая серия музыкальных инструментов, которые ребята принесли, дабы показать музыкальную жизнь на Кубане. Однако уроки кубановедения проходят не только в классе. Ребята путешествуют. Ходят они по тропам боевой славы, бывают и в Атамале. Также учащиеся не раз своими победами в различных викторинах доказывали, что лучше всех знают свой край. История – это прошлое. История – это фундамент, на котором мы строим настоящее и будущее. Все эти предметы, которые собраны в третьей школе, напоминают нам о важных событиях и о казачьих традициях. Виталь, а ты знаешь, какой праздник отмечают в конце ноября? Конечно знаю. Тренер-ракетный поезд и артиллерий. Эх ты! Одним словом, мальчишка. Я говорю о дне, когда поздравляют всех мам. Ты про 8 марта, что ли? Да нет же. Ладно, после следующего сюжета ты все поймешь. Внимание на экран. 30 ноября страна отмечает День матери. Уже сейчас начались мероприятия, посвященные самому дорогому человеку. В нашем городе проходит большой конкурс песен. Лирические композиции и задорные в стиле рэп в этот вечер посвящены они исключительно маме. Из всех исполнителей члены жюри должны были выбрать лучшего. Ведь именно ему предстоит защищать честь района на краевом конкурсе. Судьи признавались, что определить победителей среди такой талантливой молодежи очень нелегко. Мы все лучшие, мы все хорошо спели. Молодежь у нас талантливая настолько, что выбрать очень было нереально. Поэтому хочется отметить всех ребят. И каждый, кто исполнял песню о маме, он в душе думал о своей маме. Самая маленькая из участниц Илона Степанова своей песней буквально растопила сердца всех зрителей. Юная певица считает, что такие конкурсы способствуют творческому подъему. Потому что я расту, и когда я расту, я начинаю как бы лучше и лучше. Среди 23 конкурсантов лучшим назвали Елисея Косырева. Именно ему теперь предстоит петь о маме уже в краевой столице. И так, последнее воскресенье ноября. 30 числа. Не забудьте поздравить своих самых любимых, дорогих мам с праздником. Вера, что это у тебя? Ты еще в куклы играешь? Да, а что? Между прочим, кукла может многое рассказать одним своим нарядом. Интересно как? Вот как раз об этом наш корреспондент Соня готова рассказать. Пусть всегда будет Соня, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мама. Мальчишки и девчонки, а также их родители в этот день не только узнали многое из истории куклы, но и своими собственными руками под руководством директора краеведческого музея Галины Ященко пытались мастерить игрушку-пеленашку. Смотрим, вот мы взяли пеленочку, которую мы закрепляем вверху, и потом снизу мы делаем так, как раньше пеленали детей. Особый интерес у детворы вызвали кукла-пионер, душистая кукла-травница и необычная кукла-перевертыш. Последняя сначала предстала в образе девушки. Читаем. Раз, два, три. Посмотрите, во что она превратилась. И тут такая подказачка, настоящая подказачка, да? Такая дорогая, такая дужная, с подкрытой головой. Вот так через игрушку, через обыкновенную куклу можно многое узнать из истории своей страны, из истории края, говорили воспитатели. Праздник был познавательным и веселым. Детвора получила массу положительных эмоций. И что ты скажешь? Да, не зря говорят. Век живи, век учись. То-то же. Но у нас подошло время прощаться. Наши корреспонденты уже находятся в центре событий для того, чтобы и следующий выпуск был интересным. Не пропустите. Пока-пока.